Поехали. До конца времени сформулированы, просто как бы сейчас мы разжаждались в процессе того, что мы слышали. Это первомайское отделение родителей против наркотиков будет существовать. Именно так они будут называться, правильно понимаю? Так называйте, как хотите. Какие-нибудь вопросы. Гарантия не получаются от стороны защиты, возможно, от государства или от частных лиц, от кого-нибудь. Ведь это связано с определенным риском их деятельности. Хороший вопрос. Хороший вопрос. Надо записать. Я тебе скажу страшно. Страшно там первые полгода. Страшно. Понимание. Понимать. Сначала понять, чем ты занимаешься. Вот мне лично было. Да, действительно, реально было страшно. Даже название было назвать родители против наркотиков. Вот ты хороший вопрос задал. Вот мне спрашивают, страшно тебе или нет. Да, первые полгода было страшно. Но когда я смотрел, вот я смотрел, когда этот фильм, смотрел этот фильм, рознь, я просто плакал там, знаешь, я несколько раз плакал. Я его несколько раз смотрел. Первый раз плакал, когда, когда вообще просто плакал. Просто видел эти кадры, жуткие эти кадры. Слава Богу, у нас в Николаеве такого нет. Я не знаю, есть ли он. Ну, у вас тоже, наверное, нет. Потому что если было, я думаю, мне уже давно показали, я поехал. Там эти шатающие куча наркоманов. Практически открытая торговля. Да не практически, открытая торговля наркотиков. Сыгане прямо там, как в магазине. Менты там подъезжают. Они так... Это снималось все, журналисты снимали. Я думаю, нифига себе, какие герои. У вас есть такая ситуация? Нет, ну, если что. Это не с вами надо разговаривать. Это надо... Вы можете не знать просто. Вы можете просто не знать. Я знаю, что в Николаеве у нас точно такой ситуации нет. Потому что я в Николаеве на эту тему уже... Ну, покажи, ну, уже и ментов просил. Покажи, ну, честных ментов. Потому что мы вот работаем... Ну, мы. И вы будете работать только с честными ментами. Да, подонки, они так глубоко сидят. Пусть они боятся. Пусть они боятся. И они реально боятся. Понимаешь? Потому что если нам, родителям, нам уже терять нечего. Мы потеряли детей. И... А этим подонкам, которые, как говорится, у них бизнес. Да, они говорят, что это у нас бизнес. Это не бизнес. Да, это они посадили. Вы барыги. Да, вы ездите на крутых машинах. Да, вы день там проживаете тысячу гривен слегонца там в кабаке. Но это не бизнес. И им есть что терять. Поэтому пусть они нас, твари, боятся. И просто уезжают. У меня, допустим, мечта, чтобы они просто свалили все с Николаева. И все. Уехали. И все. Мне мой хостин спрашивает, ну, начальник обнона гороскопович. Юра, а что же они уедут? А что же я буду делать? Я же останусь без работы. Я говорю, Олег, мы тебе найдем работу, Олег. Вот я нашему начальнику обнона Николаевскому очень верю. Он очень классный парень. Он классный парень, все. И он плачется, что если вот Юра, ну, как бежен, он тоже это все нарисовал, что мы будем делать. А он говорит, блин, а что я тогда буду делать? Я останусь без работы. Олег. Поэтому пусть они нас, поддонки, боятся. И очень важно дойти до такого человека, который, ну, быстрее пройдет этот путь, как я. Быстрее пройдет этот путь, этот путь боязни, страха. И, ну, а если реально говорить, то сегодня есть прямая связь с прокурором области, сегодня есть прямая связь с милиционером главным. Я, когда наш главный милиционер области сказал, что, когда он был начальником, если по-моему, господи, Михаил Анатольевич, по-моему, Михаил Анатольевич, когда он сказал, что, когда он был начальником Краматорской налоговой, вот мы все боимся, они с Донецка приехали, с Донецка приехали, мы все боимся. А я наоборот, блин, классный пацан приехал с Донецка. Потому что, когда он был начальником, повторюсь, это вы должны тоже все знать, начальником Краматорской милиции, он вот так же, ну, я не знаю, как, вот так, как я, как-то по-другому объявил, что будет непримиримая борьба с нарколыгами в Краматорске, и все цыгане просто собрались и уехали с города. Все. Все цыгане просто уехали с Краматорска. И вот я тоже, как бы, задача будет этого движения, чтобы все барыги, я не делю людей на цыган, не цыган. Я среди цыган знаю много очень порядочных людей. Это тоже вот стереотип, кстати, что все цыгане торгуют наркотиками. Барыг русских не меньше, чем цыган. Не меньше, чем цыган. Поэтому, чтобы барыги все просто покинули Первомайск, собрали свои барыжные шмотки и свалили отсюда. И сказали, в Первомайске надо уехать оттуда. Хорошо, понятно. Еще один вопрос. Как вы предполагаете, не проигнорируют ли предпринимателей тех людей, которые пытаются собрать общественные... А это будет зависеть от тех семи человек, которые будут предпринимателям ставить эту задание, ну, рассказывать. Не я. Ну что, я рассказал, а я уехал. Я приехал там раз, да, мы... Я уехал. Это будет зависеть от тех семи человек, которые будут останутся здесь жить, которые планируют... Механизмы у вас, возможно, уже продуманы, какие-нибудь симулирующие собрание. Потому что, кроме налогового кодекса, ничего собрать их больше не кажется. Механизмы их собрать? Да. Да, элементарно. Их же собирают налоговики, их собирают аж бегом. Говоры с полковой собирают аж бегом. Собираться они соберутся. То есть вот именно поддержка этих инстанций, вероятно, будет использована? Да нет, ну и поддержка властей полная. Я же еще раз акцентирую. Поддержка силовиков, властей в Первомайске полная. Начиная от того, что уже велась работа, ведется работа. Плюс у меня встретили. Ты видишь, меня же не под забором встретили. Я же с тобой разговариваю не... Это, по-моему, самая лучшая властей в Первомайске? Или лучше есть? Может, они меня еще не в самой лучшей властей? Я бы не приходил в эту жизнь властей властей. Ну, она у вас одна. Ну, мне очень нравится. А, она одна. Понятно, но мне очень нравится. Я тоже в Николаевых не жил властей властей. Мне очень нравится, поэтому я, пользуясь случаем, передаю привет нашим немецким друзьям. Ну, и Максиму тоже. Хочу с ним все-таки познакомиться. Ну, хорошо. В принципе, у меня тоже просто вышли. Все, дорогой. Все, спасибо. Пока. До трех часов. Зарядила? Пока. Да, зарядила. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok